Добрый день дорогие друзья! С вами арт-галерист и куратор Алик Ветров. Арт-галерея Капучино совместно с Одесса Творческая, аукцион 4М, французский бульвар, Одесса, Одесская киностудия, продолжает свои традиционные аукционы по субботам. С 19.00 до 19.30 в прямом эфире мы продаем картину и представляем их авторам. Сегодня у нас в гостях Ольга Яровая со своими очень интересными и фееричными работами, которые заставляют зрителя влюбляться в них с первого взгляда. Это подарок по сути всем кошатникам, всем кто любит наших домашних питомцев. Знакомьтесь, Ольга Яровая. Ольга, расскажи нам, пожалуйста, у тебя на плечах сидит твой питомец. Он принимает участие в творчестве? Конечно, он меня вдохновляет. Вдохновляет. Расскажи немножко о себе, когда ты закончила училище грековское, куда ты еще поступала? Грековское училище я закончила в 2007 году, потом я поступила в Киевскую академию сообразительной физикой архитектуры и в 2011 году я ее закончила. Пекрасно. Значит, первый лот, который мы сегодня представляем вашему вниманию, мечта движет миром. Это калаш. Вообще, все работы, которые представлены на сегодняшнем аукционе, техника исполнения калаша. Это очень интересная, живописная работа с яркими, большими, выпученными глазами на мир. Он смотрит, вот, кот смотрит с испугом или с удивлением на мир, или с любовью. Или это все сразу вместе в одном взгляде. Ну, в его глазах мечта, который движет мир. Ну, а соль это для того, чтобы жизнь не была плесной, и чтобы была в чем-то какая-то зима. Размер работы 42 на 58. В каком году была создана эта работа? В этом, совсем недавно. В свежей работе, в 2018 году. Да. Стартовая цена этой работы 300 долларов. Прошу обратить внимание, здесь используются абсолютно разные, из разных эпох, из разных периодов, кусочки бумаги. Фрагменты, где-то нота, где-то билет, проезд на троллейбус. Мы, кстати, сейчас покажем, вашему вниманию представим материалы, из которых создаются произведения искусства. Вот расскажи о том, что у нас здесь представлено. Я подержу, а ты будешь показывать. Да, здесь представлены фрагменты. Это своего рода эклектика, потому что тут эпохи, встречи эпох. Вот. Билет современный и билет советского соединения. Ну, я вижу там Слава КПСС, Владимир Ильич. И современный. Билет на поезд, таблица умножения. Талон на питание. Кого питали? СРЗшников. СРЗшников. А каким образом у тебя оказался талон от судоремонтного завода? Вот потому, что там мастерская. У тебя там находится мастерская. Прекрасно. Это интересно. Мы о судоремонтном заводе еще поговорим о твоей мастерской. Тут, кстати, есть и глянцевые. Я так покажу нашим зрителям, чтобы вы видели, что все это из разных эпох. Из разных, и современные, и, я так понимаю, какой-то, ну, год не видно, но мы можем догадаться, что это середина 80-х, как минимум. Итак, обращаемся к нашей работе. Мечта движет мир. Как тебе пришла в голову идея создания этой работы? Это было спонтанно. Тут не было такое, что мне пришла мечта, какая-то идея, я вдруг нашла ее. Сам фрагмент соли, я видела, что мама приготовила для молокулатуры. Я говорю, куда? Это же будущая картина. Этот фрагмент... Итак, делайте ваши ставки. Вы можете стать владельцем, уникальным владельцем. Уникальным владельцем оригинальной работы. Именно эта работа начинается с соли, приготовления. Мы готовим еду. И зачастую не задумываемся о том, что мы выбрасываем, или о том, что остается на нашем столе, сможет стать вдохновением для создания произведения искусства. И Оля это сейчас продемонстрировала. Немалютные вещи, которые проходят повседневно, ежесекундно в нашей жизни, вдохновляют творческих людей на создание неповторимых работ. Работа, мечта движет мир. Размер 42 на 58. Цена 300 долларов. Вы можете в течение 30 минут нашего прямого эфира стать владельцем этой работы. Не упускайте этот уникальный шанс. Работа находится на аукционе 4M. Наш сайт 4M.defeasgallery.com. Именно там вы можете делать свои ставки. Оленька, расскажи еще, как долго ты работала над этой работой? Ну, около недели. Около недели. Скажи, вот здесь очень много газетных и журнальных вырезок. Это некий интерактивный посыл? Это все происходило спонтанно. То есть я полагаюсь на волю случая. Те фразы, которые мне попадаются во время создания картины, я полагаю, что это посыл свыше для того, чтобы их вклеить именно в эту картину. И как часто люди обращают на те посылы, которые ты им делаешь? Ну, очень часто. И часто люди спрашивают, откуда я про них все знаю. И каждый человек, который приобретает картину, он видит то послание, которое послано именно ему. Это замечательно. А люди, когда их просматривают на выставках, когда ты им показываешь свои работы, они находят какие-то подтверждения своей жизни, своим ощущениям? Они тебе об этом рассказывают? Есть у тебя обратная связь со зрителем? Есть, да. Расскажи про эти истории. Есть два случая на моей практике. Две семьи бездетные до этого приобрели по картине у меня. И каждая из них потом родила по ребенку, и каждая из них поделилась, что в картине, которую они у меня приобрели, они вычитали фразы «Дети, мечты сбываются». Ну, у каждой семьи были там свои фразы. То есть, когда я создавала эту картину, я даже об этом не задумывалась. Это как-то так интуитивно было, что... То есть, не зная этих людей, ты создала работы, которые, по сути, им помогли обзавестись новым членом своего ребенка? Вы читали слово «Дети», вы читали, что мечты сбываются, «Бэйби», даже имя ребенка вы читали. У тебя можно сказать, как крестная мама, как ангел-хранитель, которая помогла расширить их семью. Вы обратите внимание на то, что лот, первый лот, у нас три лота, я напоминаю, в течение 30 минут будет представлено три лота. Первый лот у нас «Мечта движет миром», размер работы 42 на 58, цена 300 долларов. У Ринка можно сказать так, что люди, которые хотят обзавестись ребенка, перед тем, как приступить к самому процессу, должны сходить на твою выставку, стать владельцами уникальной работы, выполненной в стиле калаш. И у них все получится. Совершенно верно. Да, замечательно. Ну, всем желаем. Кто еще не успел сделать детей, кто находится в процессе, отравитесь от этого процесса и сходите на выставку. Кстати, сейчас какая-то действующая выставка проходит? В «Доме клоуна» проходит выставка «Биткотины». Она началась с весны и по сей день проходит эта выставка, которая обновляется. То есть, в «Одесском доме клоуна»? Да. Ольгинская, 23. Хорошо. И как долго она еще проглится? Насколько людям нужно торопиться? Я думаю, что это бесконечная выставка. Бесконечная выставка? Ну, не знаю. Это интересная практика для художников, бесконечная выставка. Нет, пока мне неизвестно, но это неизвестно. То есть, клоуны тебя еще не выгоняют оттуда? Да, пока не выгоняют. А ты их оттуда не выгоняешь, что ли? Нет, я только зашла. Ты только зашла оттуда. Еще не успела в уставка отгонять. Нет, очень дружно. Скажи, твой питомец тебе помогает? Да, он мурчит и транслирует какие-то такие фейсмические свои вибрации позитивные. Ну и в этом процессе он вдохновляет меня. Он тебя вдохновляет. То есть, вдохновляет на вот это он. Да, он просто сидит. Это он? То, что у тебя сидит сейчас на плече, это именно он? Нет, это не он, но он вдохновлял. Хорошо. Но он вдохновлял. Возможно, ну, может быть, с фигментами где-то и он, но... Не он? Или он? Его энергия. А, это его энергия. На его энергии. Ну, хорошо. Нет, просто он повлиял на создание. Оказал на тебя большое влияние при работе над этим полотном. Хорошо. У нас смена идет лота. Лот номер два. Расскажешь о ней? Представишь? Ну, где-то она была создана в 2016 году. То есть, по работе уже два года? Да. Где-то. 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 То есть, попугайчик. Созданный в 2015 году. Размер работы 42 на 61 калажа. Это абстракция. Есть какая-то история? В это время я делала заказ мозаики. И мне уже настолько это все надоело, что я просто убежала в место и сделала картину. Создала картину. Это было как бы полет... А где ты делала мозаику? В Крыму. В Крыму? Это же какое-то... Что это было? Это был заказ, там, узор для храма. Ну, нет, сам узор хороший был, но просто мне нужно было немного отдохнуть. Я помню. Хорошо. Итак, лот номер 2. Попугайчик, 2015 год. Размер работы 42 на 61. Цена 300 долларов. Попугайчик сидит на веточке. Это... Куда он смотрит? Или он смотрит туда, куда ты убежал? Или это побег был из... Нет, смотрит куда бежать. Куда бежать? А, так он хорошо смотрит. Скажи, а вот эти вот цифры какие-то 20, 212 и вот другие, они имеют какую-то смысловую нагрошку? Ну, они попались в не просто... Это те же цифры, которые попались во время сута Минет приклеила. А люди, которые приобретут, для них это будет, возможно, какой-то посыл. То есть они... Эта работа где-то выставлялась ранее? Она выставлялась в галерее Крыму. Как называется галерей? Пирамида. Пирамида, да. А в каком городе она встала? В Севастополь. В Севастополь. Да, она там какое-то время была, но потом я ее туда забрала. То есть эта картина все-таки успела где-нибудь попутешествовать в других местах? Она выставлялась? Нет, больше нигде. Больше нигде? А, нет, она еще выставлялась у Бориса Шпигеля дома. Это арт-галерея, которая у Бориса Москетская есть. То есть это андеграунд. Да, это квартира андеграунд. И какие отзывы были у зрителей к этому отзыву? Ну, позитивно. Я вообще особо не слышала о тех отзывах. Не знаю. Я нигде не приходил. Вот именно по этой работе не было. Расскажи немножко про свой стиль, про свою манеру. Я сейчас представлю еще раз, напомню Лоти, а ты расскажешь о своем стиле и манере создания этих работ. Итак, обратите внимание. Попугайчик. Наш домашний любимый петонец. О, голос есть у нас еще и от котика. Сразу видел ничь. Итак, размер работы 42 на 61. Калаш Попугайчик. 2015 год. Цена 300 долларов. Делайте свои ставки, не забывайте. На сайте аукциона 4м. ephysgallery.com Именно только там принимаются ставки. Прямые эфиры транслируются по соцсетям. На них ставки не принимаются. Итак, расскажи, пожалуйста, о своем стиле, в котором ты работаешь. Работаю в стиле постимпрессионизма. Ну, иногда что-то между модерном и постмодерном. А техника, в которой работают, это скрэпбукинг, также мозаичный калаш. Это мозаика из журналов, газет, талончиков, билетиков, обертых. И даже иногда денег. А кроме денег, я смотрю, там еще и журналы есть. Ну да, это современные журналы и не очень современные. Это встреча эпох. В одной картине может быть встреча совершенно разных упаковок. И также бумаг, которые разные по поверхности. Глянца с матовой бумагой. Где ты черпаешь вдохновение? Как это происходит? Вот ты проснулась утром, и ты что делаешь? Первый твой шаг. Ну, пью кофе. Ну, это понятно. Мы бытовые особенности опускаем. Ну, если успеваю, то встречаю свет. А, где ты встречаешь? На лонжероне. На лонжероне. Это где-то недалеко от твоих мастерских? Да. Это СРЗ-3. На СРЗ-2 у тебя мастерская находится. Я знаю СРЗ-2. Достаточно интересное место для мастерских. Там много художественных мастерских? Ну, около 10 лет точно. Хорошо. И ты приходишь на море, получаешь заряд энергии. Да. И потом приходишь в свою мастерскую и начинаешь работать. Да, иногда рабочие работают. Начинают молодость тоже. Это совсем непредсказуемый. Непредсказуемый процесс. Я напоминаю наш второй лот аукциона «Попугайчик». Работа создана в период 2015 года. Размер работы 42 на 61. Цена 300 долларов. Делайте свои ставки на галереи 4М, deficegallery.com Расскажи, вот эта вот работа, она как-то сопряжена была со встречей воннистых попугайчиков в Крыму? Как она тебя вообще вдохновила? Ну, кроме того, что, мы помним, ты рассказала о том, что это был побед, уход от одного творческого периода к другому творческому периоду. Еще что-то связано с этой работой? Я думаю, как-то подсознательно. Своими попугайчиками встреч не было, но почему-то родился именно попугайчик. Я иногда до конца сама не могу понять, чем движение было. Подходя к своему творчеству, ты иногда творишь вещи абсолютно неосознанно, скажем. То есть, это импульсивные... Ну, бывает, я удивляюсь. Ну, а потом я осознаю, что это было, почему именно это, но... Находясь в состоянии творческого транса, художник способен создать оригинальные произведения, на что они похожи, и повторить их практически невозможно. И именно это отличает оригинальные произведения и искусство от копий. Ты вообще делаешь копии своих работ или не делаешь? Ну, вообще не делаю. Не делаю. То есть, сюжеты стараешься не... Да, просто были люди, которые очень просили повторить такую же картину. А у тебя это получалось? Я очень старалась, но мне все равно получался уже немножко другой. Я не знаю, что это за птичка. Ну, возможно, повторить даже свою работу. Не можно. Это я тебя прекрасно понимаю. Повторить работу невозможно. Всегда надо будет отличаться. Скажи, ты когда училась в Бреговке, ты была... По какой специальности училась? На скульптуре училась. На скульптуре. А в Киеве ты училась? На реставрации скульптуры. На реставрации скульптуры. Скажи, вот реставрация скульптуры как-то тебе помогает в твоем творчестве? Знания, которые ты приобрела в академию? Ну, вообще помогает, только как-то каким-то образом, ну, невидимый. А до этого... То есть она ведет тебя незримой нитью от одного к другому. До этого, до того, как поступить на скульптуры, я училась на бутупор. И я думаю, что попьемашек каким-то образом повлияло. Это все-таки, ну, что-то есть от попьемашек. Да, понятно, потому что ты работаешь с бумагой. Хорошо. Напоминаю, что вы можете делать свои ставки наш второй лот попугайчик, 2015 год, 42 на 61 сантиметр. Бумага, калаш. Что такое, наш питомец беспокоит тебя? Мы его отпустим, или он на афу, не оборудовывал. Итак, хорошо. Делаю эти ставки на сайте gallery 4m.defeasgallery.com Аукцион 4M. Оля, ты к теме животных часто обращаешься? Вот кроме животных у тебя есть другие темы в творчестве? Есть, но животные превалируют. Животные? Ну, людей заказывают портреты, но в основном люди своих питомцев заказывают. И чаще всего это котики. Котики. То есть, можно сказать, что ты... Котохудожник, да. Котохудожник, да. Тоже достаточно интересно. Ну, тема котов достаточно часто отличается в живописи. Вот в... И в литературе, и в живописи. Тема кота... Мы, кстати, переходим к нашему последнему лоту. И это будет еще в течение 10 минут. Значит, лот, напоминаю, попугайчик. 42 на 61, 300 долларов, 15-й год. Мы его снимаем временно и ставим последний наш лот, посвященный тоже котикам. Эта работа называется океан, если я правильно помню. 24 на 32, 2018 год, цена 200 долларов. Абстракция, коллаж. Перед тем, как я попрошу нашу гостью рассказать о истории создания этой работы, я хотел бы обратить ваше внимание, что в творчестве большинства известных нам художников, поэтов, писателей присутствуют образы котов. Начиная от пушкинского кота, ученого, который ходил по цепи, заканчивая и Гоголем, и Булгакова мистически. И мы можем обращать эту тему достаточно долго, начиная с эпохи, когда коты считались священными животными в Египте. И мы попросим Олю рассказать, для тебя кот это священное животное или все-таки домашний питомец? Ну, очень священное домашнее животное. Очень священное. То есть ты, по сути, можно сказать, он домашний и священный. Ты ему приносишь жертвоприношение? Нет, просто он священный, но жертвоприношение в виде корма. Мне предназначено совершенно и тракту. Еще раз неправильно по его таки. Корма тайна, я приношу. На нас накинется. Это, конечно, мы же говорим только о коллаже, а на других. Да, сама работа была, начало положила в поезде. Поезде? Да. Это интересно. То есть ты ехала с питомцем? Глаза? Нет. Я ехала в Одессу, и где-то 50% этой картины будет создана в поезде. То есть движение? Да. Ну, достаточно такой динамичный котик. Вроде бы он статичнее, но в то же самое время он как бы Да, тут даже карта есть сейчас заметила. Возможно, это как-то здорово доходило. Да, ты что? То есть это вот тот фрагмент дороги, которая ты проезжала. Замечательно. Хорошо. Напоминаем о том, что вы можете стать собственником этой работы. Работа стоит 200 долларов. Ставки можете делать на нашем аукционе 4M Defiz Gallery точка ком. Размер работы 24 на 32. Абстракция, коллаж, бумаг. Расскажи немножко о процессе, как ты работаешь на своей картине. То есть что это? Ты вначале делаешь эскиз или это абсолютно экспром? Экспром абсолютно. Я ну как наложу карандашом контур, а потом вот какой журнал попадется от того я вырываю. То есть я переполагаюсь на случай. Какая фраза попадется та и будет на картине. То есть я никогда не знаю чем закончится эта картина. Ну и всегда удивляюсь очень положительно. Как много ты создаешь в течение года? Ну я не считала в течение года, но бывает что могу картину создать за пол дня, бывает что за три дня. Было такое, что в один четыре картины создало, а было такое, что одна картина неделя. Ну нельзя так сказать точно. То есть ты молодовитый художник, достаточно динамичный и быстро ты работаешь. Да, мне нравится работать, мне вообще нравится забросить коток. Другие стили, техники ты используешь или только калаш? Ну использую рисунком реалистический портрет человека. В стиле реализма ты да. Это карандаш. Да, но вообще я в разных техниках работала, просто мне эта техника больше всего нравится. Сейчас там нет. То есть именно она тебя вдохновляет на создание образов, которые ты где-то может быть подсмотрела, прочувствовала или тебе кто-то рассказал. Вообще с истории создания картин у тебя исключительно вдохновение, либо чья-то услышанная история тебя может тоже на что-то вдохновляет? В основном это вдохновение это увиденные коты новые, просто каждого кота коты все не похожи друг на друга и хочется каждого кота успеть нарисовать. То есть до тех пор, пока ты не перерисуешь всех котов города Одессы, ты не успокоишься? Ну, примерно. А выставки кошек ты посещаешь? Там же абсолютно скопление котов для вдохновения абсолютно разное? Ну, недавно довелось меня посетить на морвокзале одну выставку котов. И как впечатления были? Ну, вообще люблю дворняжек кошек. Ну, тоже хорошо. Ну, конечно, люблю таких более свободных котов дворняжек разный. То есть свободный художественный дух в тебе преэвалирует и ты ни на что это не променяешь. Нам дворцов заманчив их свободы никогда не заменят нам свободу. Итак, напоминаю, вы можете делать ставки аукцион 4М работа океан создан в 2018 году размер работы 24 на 32 цена 200 долларов. Оля, расскажи вот он смотрит он смотрит на нас с тобой либо он смотрит на зрителей? О чем он думает, когда смотрит? Я иногда заманиваю по-понять, но тут название океаны, во-первых, это фраза такая здесь попала, во-вторых, эти глаза, они как океаны. То есть можно смотреть в них бесконечно и то есть у каждого зрителя должны возникать свои мысли относительно этого кота. Можно сказать, что в сущности твоя работа является неким промежуточным стилем в интерактивном, в нейронном искусстве, когда ты коммуницируешь со зрителем через те фрагменты, обрывки, которые вкреплены в картину. Как это происходит у тебя в подборке? Ты абсолютно поинтуитивно это чувствуешь? Ты представляешь, мой зритель, вот он такой, он примерно должен об этом думать, или ты не знаешь, для тебя это каждый раз откровение? Для меня это откровение. Откровение, замечательно. Бывает, что я вырываю фрагменты из журнала и смотрю там это слово, о котором я только что думала. А потом прибудет человек на выставку и наверняка как-то это происходит с ним отклик. Были ли такие истории, когда человек говорил о том, что как-то перекликнулось с теми надписями, которые ты наклеила? Такая история что-нибудь был? Было, что человек приобрел картину и там было написано «Мечты сбываются». И человек сказал «Все, теперь мои мечты все сбудутся». И действительно, в этом году у него все сбывается, о чем он мечтал. То есть это по сути как талисман? Да. Ну, это аффирмации. То есть сейчас очень модно создавать там таблицы желаний, какие-то фразы. А я думаю, что приобретя картину нужно ту же самую таблицу. Ты вкладываешь закодированный смысл в эти работы. Да, но я иногда сама не подозреваю, что я вкладываю, но обычно это все позитивные какие-то фразы. я напоминаю, что наш лот созданный в 2018 году океан может стать вашей собственностью всего лишь за 200 долларов. Торопитесь, у нас осталось несколько минут до окончания эфирования. Администраторы показывают две минуты. Значит, в течение двух минут вы можете стать собственником этой работы. Наш сайт 4F DefizGallery.com 200 долларов за океан. Это деньги небольшие. За целый океан счастья, которое может стать вашим. Ваши мечты могут сбыться именно благодаря этому талисману океану. 200 долларов. Художница Ольга Яровая. Работа создана в 2018 году. Оля, расскажи, были ли какие-то вообще истории со зрителями, которые приходили и говорили да, это работа моя. Вот так вот сразу. Вот подходил и говорил да, моя. Были, не могли успокоиться. Говорят, что все, это моя собачка, пожалуйста, никому не продавайте. Ну, были. Ну, сейчас только. И я обращала внимание, что человек приобретает картину, а эта картина очень похожа на хозяйину. Ну, как говорят, что у животных похожи на хозяйину, так и картина очень похожа. То есть, такие же глазки лисичками как у хозяйин. Ну, настолько. А были даже случаи, что человек покупал, чтобы подарить другому человеку. И все равно эта картина была похожа на человека, которую мы дарили. Ну, то есть, космос тебе посылал некие сигналы, эти сигналы улавливало и отображал его в своих работах. Мы не можем сегодня представить абсолютно все работы Ольги Яровой. Мы можем представить лишь три лота. И эти три лота занимают очень яркое, красочное место. Вы не смотрите, что он небольшой размер работает, но тем не менее, она очень живая, она очень динамичная. И название у нее океан. 200 долларов. И океан может стать вашим талисманом на то, что сбудутся ваши мечты и желания. С вами был арт-галерист, акуратор Алик Ветт. Галерея Капучино, аукцион 4М, Одесса, французский бульвар, Одесская киностудия. Мы всех вас ждем по четвергам и субботам в 19.00. В субботу с 19.00 до 19.30. Художница сегодня была у нас Ольга Ирова. Если вам понравились ее работы, в течение двух недель вы можете оставить свои заказы. Мы их можем принять. До новых встреч. До свидания. Улыбайтесь, это всех раздражает. АПЛОДИСМЕНТЫ